Вечернее шоу Аллы Довлатовой Друзья, я приветствую всех, кто вместе с нами в этот прекрасный час. Кому-то говорю добрый вечер, кому-то уже доброй ночи, а кому-то ку-ку, доброе утро, пора вставать. Сегодня ко мне пришел по-настоящему большой человек, мастер слова и дела, журналист, комментатор, телеведущий, актер, очень, очень обаятельный мужчина Дмитрий Губерниев. Будем раскрывать сегодня новые грани его комментаторского таланта и слушать шикарную музыку. Начнем с Сергея Лазарева. Вы не против? Друзья, еще раз приветствую всех, кто вместе с нами. Дмитрий Губерниев сегодня у меня в эфире. Дима, привет. Привет. Большое счастье быть сегодня на русском радио, этом апологете попсы. И я, как человек, влюбленный в хеви-метал, так сказать, с бесконечными козами, выпустивший сольный альбом Губерниев и микрофона, К сожалению, никак не дождусь ротации на русском радио, но так мне и надо. Меняй формат, дорогой. Так мне и надо, да. Ну, кстати, мы сегодня с тобой действительно раскроем новые грани твоего таланта, обязательно. Обязательно, 100%. И давай тогда, я предлагаю так, я предлагаю, чтобы ты сегодня, вот ты все здорово комментируешь. Комментировал песни. Чтобы ты сегодня, да, прокомментировал песни. Это был Лазарев Сергей, друзья, мой евроизионный воспитанник. Хороший парень, кстати говоря. И Сережа, как очень благодарный артист, умеющий петь живьем, регулярно берет трубки. Если от него что-то надо, он идет навстречу нашим спортсменам, желает удачи лыжникам, биатлонистам. Поэтому, что касается Сергея Лазарева, вопросов к нему нет. Он большой молодец. Молодец. Мы с удовольствием послушали его новую песню. Она называется «Я не боюсь». Я хотела просто тебя спросить, как ты думаешь, чего боится Лазарев Сергей? Мне кажется, иногда Сергей боится такого очень серьезного женского напора. Иногда он боится напора мужского, потому что я видел, как за ним бегают бесконечные поклонники, поклонницы. Единственное, чего Сергей, мне кажется, не боится, это вот своих соперников на Евровидении, потому что он настоящий спортсмен. Вот то, как он умеет собраться, это здорово, потому что бояться не надо. Душа моя будет рядом, твои сновидения до рассвета. Ой, ой, по поводу твоего вокала. Я же знаю, что ты действительно без пяти минут певец, ты уже создал группу музыкальную. У меня есть «Гувер Бен», «Гувер Бен», прекрасный коллектив. Да, ты записал диско. Что ты поешь в ванной? Ты знаешь, в ванной я не пою, я слушаю всякую музыку. В последнее время я, поскольку безумно люблю историю, я слушаю лекции. Лекции. Тут и Зубов, и Тамара Эндельман, прекрасная наша... Не-не-не, подожди, ну спой нам что-нибудь. А по правам мы пройдем? Пройдем. Давай, мы коротко. Нет, ну мы что, ну вот это вот, наши вот это, друзья. Ветер биатлона гонит нас вперед, в зимний стужи жару всем задать. Гул по стадиону, финишный рывок, от экрана в глаз не оторвало. Ты сам сочинила эту песню? Нет, это слово с Кириллом Немоляевым. Но смотри, переход из бритональной тесситуры в Теноровую. Вот эти занятия вокалом. Опереться о диафрагму и туда дальше, к звездам. Шикарно. Туда, где Илон Маск, русское радио. Вот, вот, вот. Какая следующая песня, Алла? Об этом следующую песню мы слушаем. Это будет группа «Непара». Господи, прости. Давай, поехали. Мы продолжаем с Дмитрием Губерниевым комментировать наши прекрасные хиты. А «Непара» они еще есть? Они продолжают там что-то делать? Нет, они 17 лет. 17 лет. Где мои 17 лет? Ох уж, это «Непара». Ну, на самом деле, ребята талантливые, но все-таки мне кажется, что до конца они не раскрылись. Вот, не было ощущения целостности. Понимаешь, вот этой вот песенной подачи. И, честно говоря, репертуар тоже временами хотелось бы, чтобы был поживее. Но у них всегда лирика, ты же помнишь, они появились, и появилась вот эта вот стиль. Они фактически основатели этого стиля. Тех кому за 30. Вот такая. Это была группа. Ну, слушай, сейчас кому не лень, все в этом стиле выступают, включая меня. Но поскольку ты девушка еще молодая, поэтому ты можешь еще пожить, так сказать, с нашей и поработать. Это важно, чтобы присоединиться вот к этому. Ну, а вообще, ты знаешь, у них очень интересный был эпизод. Значит, они же на самом деле назывались «Непара», а были на самом деле «Парой». А потом, когда они стали «Непарой», вот было у них такой переверточек. Нет, но дело в том, что уже мы можем ими восторгаться, вот они не были на Евровидении, что они все-таки выбирают женщина-мужчин, мужчины-женщин и бросают. Вы знаете, друзья, вот такой житейский совет, скажем, как опытный мужчина, которому уже совсем скоро будет 46, а в душе мне, как вы знаете, 12. Бывшие всегда должны быть пристроены. Вот все те бывшие, которые у нас есть, или, может быть, они будут, когда ты обращаешь на них внимание и занимаешься устройством личной жизни, от этого тебе становится настолько хорошо. Поэтому, друзья, все ваши, уважаемые девчонки, дорогие ребята, все ваши бывшие должны быть пристроены, когда у бывших счастье, и у вас тоже вот этот сон водопадов, который на вас каждый раз... Это прекрасно, ты говоришь, конечно, но я тебе могу сказать, что по-разному, ну, это очень только добрые люди на это способны. Конечно, конечно. Вот с большим сердцем, как у Дмитрия Губерниева, следующий артист, не бывший, а настоящий, потому что это ныне восходящая и уже зашедшая звезда Юлия Зиверт. Зиверт, да, она даже в Форбсе, то есть я не знаю, что она поет, но денег у нее много, поэтому сейчас... Да ладно, мы с ней здесь сидели, считали Форбс, наврал в этом случае, и увеличил. То есть они все прибедняются, как и Осип Пригожин, вы знаете, друзья, это я скучаю по Женевскому озеру, но есть мне нечего, господи, валерь, это и шумки. Ладно, Юлия Зиверт, суперпесня «Я тебя люблю». Вы слышали Юлию Зиверт «Я тебя люблю», я ТЛ, почему так называют эту песню, Дмитрий Губерниев сегодня комментирует плейлист. Нет, ну Зиверт хорошая, дело в том, что наконец-то, вот я услышал, обычно мы читаем только про деньги артистов, да, и хоть Форбс наврал, но я считаю, что она вполне может все-таки, когда закончится пандемия, по-настоящему много зарабатывать. Вообще вот эти прекрасные слова «Я люблю тебя», и какое счастье, я же все-таки человек, ну, во-первых, Алла всецело преданной тебе, и вот это, знаешь, вот эта старомодная сексуальная ориентация, когда ты, невзирая на какие-то вот модерновые вещи, условности, так сказать, и симпатичных мужчин, можешь подойти к женщине и сказать вот это вот «Я люблю тебя», она тебе скажет «Я тебя люблю», понимаешь, и это счастье, на этом зиждется успех не только спортивного комментатора, а, в принципе, успех нашей Родины, понимаешь? Мне кажется, успех человечества и планеты, потому что, да, по-другому еще не научились рожать, а вот это мужчины как раз нормально. Ну, бывают разные истории, вот приезжаешься, например, в Швецию на биатлон, идешь по аэропорту, а там, бах, выставка гей-фотографии, в аэропорту, прямо на стенах. Слушай, ну подожди, ну если это кому-то нравится, почему нет? Можно посмотреть. Да, ну зачем в аэропорту, понимаешь? Вы сделаете в музее, в выставочном зале. Стоп, вопрос, сразу. Кстати, ты знаешь, Зиверт раньше была стюардессой, раз ты заговорил про аэропорт, у тебя, ты много летаешь, у тебя был когда-нибудь роман со стюардессой? Я не буду рассказывать, потому что мы должны беречь честь наших дам, понимаешь? А я думала нашего аэрофлота. Ну, поехали. Ох, аэрофлот. И Губерниев сегодня комментирует песни, которые звучат на русском радио. Мне остается только угадать, какая будет следующая песня. Может быть, будет Ханна с Марвином? Ханна Эберг, олимпийская чемпионка по биатлону из Швеции. Это другая Ханна. Это Ханна, которая замужем за крутым парнем из Black Star, вот этого вот лейбла. Его зовут все почему-то Пашу, хотя она изначально... Из Black Sabbath, а потом подумала, что там всем крутым парнем уже глубоко за 70, и думаю, как она далеко пошла, наша Ханна. Нет, 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 его зовут Пашу, он молодой, симпатичная, у них недавно родилась дочка. Это вот так, собственно говоря, все это и так знают прекрасно. А для тебя это новое имя, да, на отечественной эстраде? Ты знаешь, для меня практически все вот те исполнители, которые у вас звучат на русском радио, именно новые. А Мишу Марвина ты не знаешь? Мишу Марвина, я с ним работал, да. Где? Я, кстати, знаю Мишу Губерниеву, у меня сын закончил школу и поступил в высшую школу экономики. Я тебя поздравляю. А, Мишу Марвина я знаю, и больше того, я буквально там, может быть, 3-4 года назад, но это я шучу насчет артистов, много всяких мероприятий, там, выпускные и все такое прочее, и ты, знакомясь с артистами молодыми, да, потом начинаешь узнавать их творчество, и Марвин качает, кстати, очень прилично, на самом деле, и молодежь, она прям, то есть, все делает, чтобы быть... Ну, мы с тобой молодежь, давай сейчас покачаемся под Марвина и Ханну. Давайте покачаем под Марвина, да, абсолютно точно, поэтому он большой молодец. Миша, давай, Мишенька. Что, уже мы запускаем писать? Да, конечно. Ну, и слава богу. Дмитрий Губерниев сегодня комментирует плейлист русского радио, и только что звучал дуэт Хана и Миша Марвина. Прекрасная песня, и ребята молодцы, не скажу, что они сильно меня раскачали, потому что я больше ждал все-таки рэпа, но лирическая песня, и слава богу, и хорошо. Французский поцелуй, она называется, не могу тебя не спросить, где ты первый раз испытал это счастье? Ты знаешь, нет, ну я, во-первых, я родился уже в городе Дрезна, Орехово-Зуевского района, это самый маленький город Московской области, и именно там, конечно, приезжая к бабушке на лето, в перерывах между занятиями гребли, с местными девчонками под песни группы Круиз, рождались вот эти французские, так сказать, перекрестные опыления, но такие еще в режиме light. А вообще я хочу сказать, что знаменитая история, я об этом говорил у Бори Корчевникова в эфире, сейчас быстро расскажу, самая красивая для меня часть тела, это женская грудь, вот просто ты испытываешь огромное счастье, когда ты это видишь, маленькая, как у Джулии Ламберт, красивая, как у тебя, господи, прости, никакого харассмента, только комплименты, и вот я был в роддоме, никак не ел ничего, то есть как мама не пыталась, я уже практически погибал, это было в Орехово-Зуеве рядом, и бабушка приехала, мы забираем под расписку, в деревню Юркино меня отвезли под Дрезной и так далее, и вот я в течение вот целых суток буквально, и потом до трех с половиной лет уже практически покусав собственную дорогую маму, я не мог оторваться, и вот с той поры, понимаешь, с молоком матери в прямом смысле, понимаешь, но размер, значение в данном случае, красота, эстетика, понимаете, вообще... Тогда скажи, красота, эстетика, да, начали про город, вернее, начали про поцелуида, а я просто уже пошел дальше, понимаешь, да? А скажи, вот имеет значение, своя грудь или сделанная? Это значит, не имеет значения никакого, я, в принципе, вообще отношусь ко всему нормально, потому что, еще раз повторяю, сомер с отмоем, да, вот эти первые наши замечательные, когда Джулия Ламберт достала красный платок, там была фраза у нее, у Джулии Ламберт была маленькая грудь, которой она очень гордилась, и старина том, в общем-то, знал, кого в этот момент соблазнять, раз уж ты сегодня такой спортивный, эротический эфир на русском радиоде, поэтому нет совершенно... Женщина, как великий русский артист Михаил Светин в фильме моей подруги Аллы Суриковой сказал, если женщине что-то не дать, она подойдет и возьмет сама, поэтому если женщина хочет, она может сделать все, что угодно, но, дорогие мужчины, не обольщайтесь, если вам говорят, что мы это делаем для вас, это все ерунда на постном масле. Нет, 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 для вас. Женщина все делает для себя, совершенно эгоистично, и делает вид одновременно, что это вроде как для мужчины. Абсолютно ты неправда. Абсолютные враки, Алла, вы врете, вы делаете все для себя, вы занимаетесь спортом для себя. Кто одинок? Кто? Ты? Боже, сохрани это одиночество, оно гонится за мной, гонится за мной, одиночество, но на самом деле нет, 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 конечно, имя прелестная манна, ну что ты? Мы давай слушаем песню, продолжит комментировать плейлист русского радио Дмитрий Губерниев. Как будто бы сейчас одиноким, боже мой. Послушаем, знаешь кого? Послушаем мы с тобой Григория Лепса, Диану Арбенину, и, кстати, между прочим, это не дуэт. А я думал, это Kiss Horns, To Be Lonely, но, видимо, на другом радио, на иностранном радио. Дмитрий Губерниев комментирует наш плейлист. Диану Арбенину ты встретил в Сходне. Ну, вообще, Диан Арбенину я много где встречал, на самом деле, но если ты говоришь про город моей мечты, конечно, это Сходня. Знаешь, как говорят все эти неофиты, которые приехали, вот в Сходне, на Сходне, именно поэтому я говорю, на Сходне, на реке, на станции. Путь из Варяг в Греки, понимаешь, Сходня до Клязьмы, 7 километров Волоком, и сюда всходили, понимаешь, то есть это целый северный торговый путь, туда дальше, в сторону Нижнего Новгорода, это наша история. И Волок Ламский, например, конкурировал в Мытищах, огромный Волок, тоже, и, собственно говоря, Москва, она была, в принципе, чуть позже даже Сходне. Но сейчас, кстати, вот, несмотря на то, что я вижу, как старается глава Химок Дмитрий Волошин, да, и город расцветает, Сходня стала частью Химками. Раньше мы были город, теперь микрорайон, я с этим борюсь, я считаю, что мы по-прежнему должны быть городом, тем не менее, пускай в составе Химкинского округа или что-то такое, это такой, знаешь, здоровый сепаратизм, да, но, тем не менее, Сходня. Единственное, что мне не нравится в связи с этой застройкой, из жемчужины иногда уже превращается, как многие наши города, в черте что, потому что негодяи много лет назад, лет, может быть, 15, сломали вокзал, который был построен при Александре Втором, и вокзал плакал, когда его ломали, возвели непонятные вот эти торговые ряды. Я верю, что и при моей жизни мы объединимся вместе с РЖД к чертовой матери, все это сломаем на станции Сходня. Подожди, подожди, у нас очень позитивная программа. Сделаем, сделаем нормальный вокзал вот этот, понимаешь, да, город-сад, для того, чтобы были торговые ряды в тот самый момент, когда освобождалось крепостное право на Руси, и Александр, освободитель, это он делал вот эту прекрасную станцию. Ну, конечно, это будет уже новодел, но, в принципе, можно по старым чертежам. Нет, ну, конечно, уже наводил, уже не вернуть. Ну, давай, мы сейчас сделаем небольшую паузу, и сразу после этого ты расскажешь еще о своих грандиозных планах. Не уйти, да, далеко, сегодня уйти до Сходня, и автобусом до Сходня доезжаешь Владимир Сергеевич Высоцкий. Поэты увековечили. Прекрасный город, конечно. Прекрасный. Ох, Дмитрий Губерниев сегодня комментирует нашу эстраду, плейлист Русского радио. Жалко, что ты не комментируешь все так же, как с выключенным микрофоном, но про Стаса приехал. Так и хочется, чтобы все-таки вот что-нибудь брякнул. Ты знаешь, вся страна этого ждет, но, друзья, у меня есть мой телеграм-канал, например, Реальный Губер, да, потому что Губеров много, а Реальный Губер один. Поэтому там я, так сказать, позволяю себе вот это, значит, то, что вне эфира федеральных каналов, вне эфира Русского радио, что-нибудь такое, знаете, набросить, так сказать, вот это, и дальше уже наш внеэфирный вентилятор начинает это все, так сказать, разбрасывать, разбрызгивать. Нет, поэтому Стас Пех огромный, молодец на самом деле. Я хочу сказать, что вот плеяда молодых артистов с прекрасными музыкантами. Во-первых, я же тоже с людьми работаю часто, да, и на официальных мероприятиях, и на корпоративах, и где бы там ни было, и я вижу, что как раз вот это вот, скажем, поколение фабрики, которое уже изначально было обучено, и сейчас уже такие все опытные певцы, и бэк-вокал присутствует поющий, да, замечательная там ритм-секция, когда я всегда обращаю внимание, барабаны ударные, да, и то, что делает Стас, он молодец. Нет, поэтому я вот тут поддерживаю всех ребят, хочу, времена очень сложные, непростые, и мне нравится, кстати, что как раз вот это поколение в пандемию не сильно плакалось, как иные по поводу того, что у нас так все плохо и так далее. Всем было плохо, малому бизнесу было еще хуже, поэтому, ну что теперь делать? Да, но все-таки, слава богу, что все... Ну сейчас верим, да, верим, что отодвинем и вторые волны, да и все будет нормально. Ну что, нас ожидает, говорят твоим языком, зубодробительный финиш, и поэтому назови, пожалуйста, кто стал победителем, кто занимает первое место из того плейлиста, что ты комментировал. Вот у нас же был сейчас Стас Пьеха, но пусть он и займет. Стас? Конечно, я, кстати, вспоминаю, как с его мамой тоже давно-давно перед фабрикой на каком-то мероприятии, она говорит, да чтобы я отдала своего сына. Вот эту фабрику звезд, да никогда в жизни. Проходит полгода, Стасик уже там зажигает с Кеном Хенсли из группы Юра и Хип. Я думаю, ну понятно, Илона, молодец, он все-таки шоу-бизнес победил материнское чувство. Поэтому часто Пуся будет Стасик, он, так сказать, одаренный парень на генетическом уровне, поэтому нормально. Ну что ж, это настоящее золото, а не серебро, с блеском золота, правильно? С золотым отливом, да, но иногда, знаешь, как говорят, вот все берут интервью победителя, а гораздо интереснее поговорить с тем, кто проиграл, потому что эмоций больше. Поэтому все остальные проиграли, да, все остальные проиграли, включая Лепса. А что тебе было особенно приятно отметить? Нет, ну кстати, Гриша вообще огромный молодец, я всех люблю, понимаешь, нет, дело в том, что мне часто говорят, вот ты же такой весь хард-рок, хэви-металл, лонглиф, рок-н-ролл, Ронни Джеймс Дио, а почему у тебя друг Киркоров, там и Басков и все такое прочее, да, мы общаемся много. Ну потому что мы родились в этой стране. Нет, ну мы просто еще с людьми общаемся, да, они прекрасные певцы, в общем. Хорошие ребята. Да, и поэтому, друзья, вот знаете, вот честно хочу сказать, что нас на эстраде крайне мало осталось таких, знаете, ярко выраженных, не то что гетеросексуалов, а любителей женщин. Только я и Коля Басков, вот мы вдвоем, понимаете, и больше того, мы еще создадим партию каблуков, подкаблучники России, а это все мужчины нашей страны, мы объединимся. У нас будет Тарзан-сопредседатель, понимаешь, и все такое прочее, будем баллотироваться в Госдум, будем выступать и отберем важные очки у футболистов московского «Динамо». Наконец, наконец, мы будем этого ждать с нетерпением, друзья. Я не прощаюсь с Дмитрием Губерниевым, конечно же, мы продолжим вместе с вами, но я хочу тебе сразу сказать, что сейчас будет небольшая пауза, потом я тебя спрошу, готовься, что ты никогда в жизни вот не стал бы комментировать, вот просто бы отказался. Подумай, как следует, потому что за это могли бы заплатить очень большие деньги. А что ты думаешь? Мне много раз предлагали различные истории эротического толка или как бегают свинюшки по Рублевке, знаешь, там забег свиней, например, знаете, у нас тогда семья Ивановых против семьи Петровых. Вот давай, вот мы продолжим. Вот это свиньи вперед! Нет, нет, друзья, ну что, нет. Через несколько минут мы узнаем, от чего отказывался Дмитрий Губерниев даже за очень большие деньги. Дмитрий Губерниев сегодня с нами. Мы комментировали плейлист нашего русского радио. Вот это хорошая песня, это же Максим. Да, это Максим. Максим, потому что она вот это вдоль дорог постоянно ходит, кого-то ищет, но... Да слушай, не знаю, кого она ищет, я не могу до нее дозвониться уже три месяца. Она вообще вышла в астрал, если говорить серьезно. Вслед за Агузаровой? Не знаю, надеюсь, что нет. То есть, так сказать, вселенная... Да, не общается ни с кем, даже со мной, а уж мы с ней очень хорошо общаемся. Да, вот ты меня спрашивала, что бы я никогда не стал комментировать, выступление Максима, вот давай так будем. Потому что, конечно, как можно комментировать выступление Максима, тем более, что она пропала, потому что ее просто не найдешь. Поэтому это предложение в пользу бедных. А скажи, а вот, ну я поняла уже, на всякие такие, типа, тарака не бегай и свиные гонки. Нет, ну иногда что-то можно посмеяться, но вообще я на самом деле не знаю, потому что у меня есть директор, и он и занимается всеми этими делами, но часто так бывает, что предлагают какую-то, знаешь, фуфляндию, допустим. Давайте вот мы с вами инстаграфируемся, мы заплатим вам много денег, много миллионов, а потом оказывается, что это финансовая пирамида, например. Да, и тут уже, просто поскольку людей обманывать нельзя, и, естественно, сразу такая серьезная табуированная история становится. Я помнишь, как однажды, я была в Нижнем Новгороде, вдруг иду и вижу твой большой, во весь рост, такая фигура из... Я рекламирую фабрику Сударь, которая в Коврове. Не сочтите за рекламу, мы поддерживаем отечественного производителя. Это смешное, что я действительно, я вижу рекламу, тут же написано, заходите в магазин, и я первым делом думаю, а вдруг это, вот как ты назвал, фуфляндия. Ну, может, Димка живет и не знает, я позвонила, и ты не подтвердил. Ты молодец, да, так часто делают люди, присылают, и говорят, это вот вообще легалайз, я говорю, да, абсолютно, это законно, здорово и хорошо. Молодец. Очень тепло у тебя в эфире по-настоящему, мало чего сказать, мы же не зря с тобой все-таки еще и боевые партнеры, мы собираемся с Довлатовой на президентских скачках поработать 5 сентября на ипподроме. Через неделю, фактически, да. Поэтому, это, кстати, Матч ТВ покажет в прямом эфире, поэтому, кто будет на ипподроме, те молодцы. Москвичи, гости столицы, 5 июня приходите. Да, кто по Матч ТВ, какого июня, ну что такое? Ой, 5-го, у меня лето продолжается. Господи, лето звездное, громче пой. Ну, да я тоже люблю такие оговорки. Вообще, да здравствуют оговорки, друзья, потому что вот ту фигню, которую порим мы, комментаторы, это счастье для зрителей. Спасибо, Дима, приходи в гости. Спасибо, мы сейчас будем танцевать, а потом выложим в наши соцсети. Будучи оттанцульки, оставайтесь с нами. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Ау, ау.